Сегодня начало июля в Крыму. Перед вами фундук, сорт трапезунт. А полгода тому назад, ночью 8 января, ударил мороз, минус 27 градусов. Пострадали многие плодовые культуры. Остались без урожая персик, абрикос, многие сорта винограда. О винограде мы будем позже говорить. Пострадал грецкий орех, в основном в степных и в придгорных районах. В городах кое-где остались орехи грецкие. Но мы, как видим, фундук у нас в полной силе. Мне кажется, что от мороза он становится более устойчивым и более урожайным. Вот сейчас мы находимся в фундуковом саду или лесу. Как его правильно назвать, я не знаю. Видите, посадки загущенные. Большой уклон, где-то градусов 40-45. Тенистый лес такой. Сейчас мы более подробно об этом поговорим с вами. Обратите внимание на урожайность. Вот первый сюжет. Мы снимали куст фундука. На солнечной стороне находился. А вот это в лесу, где, в общем-то, довольно-таки темно. Загущенные посадки. И мне кажется, урожай в загущенных посадках, под пологом, так сказать, более сильный. Ну, это видно. Вот много существует на эту тему предрассудков. Что надо более широко рассаживать фундук. Ну, вы видели, что очень плотные посадки, во-первых. Во-вторых, сорняков под этими посадками нет. Последний раз, может быть, лет 30, там что-то пахалось или копалось. Лист, падая осенью, создает толстую такую подушку, которая играет в первые годы роль мульчирующего слоя. А затем, перегнивая, удобряет эту почву. То есть, не надо ни удобрений никаких вносить. Вот в лесу, это же лесное растение. Кто в лесу там удобряет? Медведи разве что. И вот этот лист, перегнивая, улучшает структуру почвы. На больших склонах грунт здесь смытый, с углинок. Почва, можно сказать, неплодородная. И особенность фундука еще заключается в том, что на хороших почвах фундук жировать начинает, в ущерб урожаю. То есть, растут побеги, а урожая нет. А вот здесь, ну я вам так хочу сказать, что урожаи чередуются с хорошими и с очень хорошими. Вот в прошлом году был такой нормальный урожай, а в этом году опять сверх урожай. Хочу еще поговорить об одной особенности фундука. Дело в том, что это растение сухих субтропиков, как бы считается. Ну вот морозы перегносит он очень хорошо, о чем я говорил. Но одна особенность в том, что мужские цветы, сережки, очень быстро начинают реагировать на тепло. Это еще связано с тем, что у фундука очень короткий период покоя, где-то месяца полтора, не больше. И так может быть, что в конце декабря, в 20-х числах, сережка мужская начинает пылить. А женский цветок, маленький такой, фиолетно-розовый, миниатюрный, очень красивый цветок, но они все как женщины, они сидят в одежках и на первое тепло, на первое ухаживание не очень реагируют. То есть они ждут постоянного тепла. И когда это тепло наступает, женщины снимают с себя одежки, а мужчины уже погибли от январских морозов. И вот для того, чтобы иметь устойчивые урожаи, всегда на больших площадях надо иметь несколько дикарей. Один или два куста. Вот эти мужские цветки, сережки, лещины, они будут опылять женские цветы фундука. Ну, если эти посадки небольшие, там на усадьбе 2-3 ореха, то можно в начале зимы, делая санитарную обрезку, просто где-то, даже на полу оставить 2-3 веточки. И потом, когда будет устойчивое тепло, на этих веточках засветут мужские сережки. И можно ими просто разбросать эти ветки по кустам, и произойдет опыление. Либо, если рядом лес, или у соседей есть, пойти, у соседей взять несколько веточек, уже когда наступит устойчивое тепло, и опылить этими веточками фундук. Вот давайте посмотрим урожай на молодых посадках фундука. Вот перед вами 6-летний куст. Вот смотрите, урожай у него какой. Видно, да? Вот видно. А сейчас вот рядышком 4-летний куст. Вот он, посмотрите. Вот, видите? Какая красота.